всем привет давненько у нас не было распаковок всяких зарубежных книжек на канале максим все своей русскоязычкой заполонил вот и как показывает практика что-то с каждым роликом все меньше и меньше просмотров видимо это вам не так интересно а так что вот ворвусь с распаковкой и несколькими классными книжками интересными будет много европейской годноты а под конец даже несколько около комиксных штук довольно клёвых в общем оставайтесь до конца первым нас сегодня будет берсерк 4 том лошадка конечно удивляет своей скорострельностью уже седьмой том на следующий год заявлен на 2021 и касательно изданий конечно каждый раз как первый раз я получаю эти книги открываю христаю и просто балдею с качества с оформления с бумаги с переплет в общем со всего высочайший уровень издательского мастерства спасибо лошадке за это вот и что очень радует что они не остановились только на берсерке это что другие прославленные серии манги они также будут выпускать в подобных изданиях то есть уже известно что и давно довольно заявлено что будет нас хелсинг в таком издании и будет блэйт овт и иммортал эту книжку листать сильно не буду потому что тут уже начинаются такие сюжетные повороты с этого тома которые могут вам заспойлерить немного испоганить опыт прочтения поэтому просто остановимся на том что это круто это берсерк как всегда всем читать покупать на русском английском не важно а в общем давайте дальше дальше у нас довольно редкая книга блатсонгс бэна темплсмита который сдавалась с помощью кикстартера бэн один из моих любимых художников вот но как человек он довольно сомнительный персонаж вот я в свое время пропустил компанию потому что знал что предыдущая компания по сбору что там многие месяцами а то и годами ждали свои книжки и не знаю все ли получили поэтому я сразу решил что лучше куплю это у него в магазине либо в магазине студии в которой он работал вот как я обычно и делал с предыдущими книжками с кикстартера их но почему-то данный комикс так и не появился не на его как бы сайте не на сайте этой студии вот и кстати не уверен что многие бейкеры да получили свои копии а в итоге я годами его отслеживал на ebay и вот относительно недавно мне максим скинул ссылку всплыла копия с более-менее адекватной ценой которую я собственно и приобрел вот она идет как номер один но с учетом сколько времени прошло я думаю что второго выпуска уже ждать не стоит так что взял по сути так для комплектизма потому что все остальные книги бэна у меня подобные которые он собирал компания кикстартер и так далее они у меня есть вот ну саму книгу не читал потому что ее в цифре нету или не сливал никто по крайней мере я не нашел что-то связанное с викингами и какой-то мистикой в общем все в духе темпл смита а дальше у нас начинается европейская всякая годнота первая у нас эта книга land of the sun с джипи про джипи я узнал благодаря бум книги и его одностории про которых я рассказывал в ролике бум книги дайджест можете посмотреть на канале давным-давно это было вот и как только я прочитал односторию я начал искать что же еще джипи писал что можно найти на английском языке потому что на русском пока у нас других изданий нету вот и как оказалось на английском была издана чуть ли не только одна его книга это была собственно данный сборник данная книга land of the suns я очень удивился вроде бы автор классный заслуженный а вот даже на английском языке он почти не представлен ну и пока очень я заказывал эту книгу и вез ее уже анонсировали что на английском выйдет одностория которая на русском у нас вышла уже пару лет назад так что будем знакомиться с джипи могу сказать только что в данной книге он придерживался своего вот этого такого скетчевали как это называть его постоянного общем стиля и книга она в одном таком вот ключе исполнена тогда как одностория сразу в трех вариантов рисования джипи и акварельный цветной и вот такой вот и еще даже более еще более скетчевый что ли не знаю как описать просто его графику чем будем знакомиться автор мне понравился интересен надеюсь его будут побольше издавать и у нас и на английском а вот следующая книга это просто какой-то разрыв это безыменно нины бунивот книга про которую я можно сказать случайно узнал благодаря выставке на которой побывал оригиналов из данного комикса я об этом писал в группе так что можете зайти посмотреть там и фотографии есть и буквально несколько предложений на эту тему к слову сразу по фронтальной обложке видно что это фонтографикс потому что кто еще может издавать книгу и делать три разных покрытия то есть у нас нижнее покрытие это такое матовое черное это soft touch а вот картинка она такая шершавая даже не знаю как правильно называется этот тип и видно что она обликует да такая с таким вот глянцем что ли а в общем безыменно это просто какой-то разрыв мозга шикарный комикс про который мне вообще не хочется вам рассказывать чтобы никак не заспойлерить ничего потому что когда я увидел на выставке вот оригинала нины я сразу влюбился в нее влюбился в ее рисунок то есть я люблю просто таких авторов как бёрнс или клоус то есть которые в черно-белом варианте работают и с высокой детализацией и конечно у нее свой самобытный стиль но я думаю можно как бы сравнить с этими авторами вышеназванными поэтому мне сразу захотелось почитать этот комикс но его к сожалению очень долго не было в цифре то есть его не сливали и уже спустя какое-то время довольно приличное Володя все-таки нашел и подарил мне эту копию потому что я как-то естественно не хотел покупать вслепую потому что не был уверен и вообще не знал что это такое то есть я даже не читал никаких описаний что это за комикс и о чем мне хватило просто вот на выставке увидеть несколько страниц да грубо говоря и сразу понять что мне это интересно я хочу это почитать вот я вслепую абсолютно в итоге прочитал этот комикс обалдел от того что тут за тематикой о чем вообще он максим в душной пятнице писал про безимену можете почитать он там в принципе без спойлеров все это сделал вот и самое классное что когда ты дочитываешь комикс в конце идет послесловие Нины в котором она скажем так все карты раскрывает и все точки над и расставляет то есть если у вас остаются какие-то вопросы после комикса то в конце сам автор сама художница писательница она все эти мифы легенды развеивает то есть тот редкий пример когда не надо ничего додумывать то есть те которые метафоры вы тут увидите вы можете их трактовать как угодно но весь смысл он раскрывается в конце самим автором произведения что как по мне это очень круто и не хватает многим книгам подобным которые можно вот именно трактовать и как-то разбирать интересный факт что эта книга полностью выполнена такими вот однопанельными иллюстрациями то есть по сути здесь не так много текст как вы видите считается она буквально за один присест один-два присеста вам хватит спокойно чтобы проникнуться и прочитать полностью всю историю я вам крайне рекомендую это сделать особенно если вы любите что-то более серьезное такое психологическое и не боитесь серьезных соответственно тем классная штука я просто обожаю нину с простения без имены и обязательно ознакомлюсь с другими у нее еще несколько книг есть которые на английском издавались я думаю их прямо закажу я даже не буду в цифре их искать потому что она заслуживает того чтобы читать ее на бумаге дальше у нас пойдет такой вот взрыв в прошлое опять же книга которую я очень и очень долго искал она давно стала редкой вышла в о п при том что это довольно тоненький сборник стандартного формата небольшого вот это делал саманта александр ходоровский и жанна клода гала искал ее в первую очередь ради того чтобы заиметь рисунок гала на бумаге потому что это автор просто охренительный к сожалению ушел довольно рано из жизни по моему лет 50 всего было и не так много комиксов он успел сделать познакомился я как я думаю уже поняли в хэви металле у него был просто бомбический стрип такой комикс-серия антология которая называлась армис или конкиринг армис в общем ее переиздавали не так давно хуманоидс в огромном формате она по моему уже даже ушла в о п вот сам дио саманта тоже переиздали но видит и пбшки мне хотелось в мою библиотеку ходоровский которая у меня и так уже почти целиком собрано и все в твердых изданиях хотелось дополнить ну подобным же изданием собственно этот комикс насколько я знаю он не закончен до конца то есть здесь только часть истории потому что жизнь прервалась гала и он не успел ее доработать довольно интересно что в конце тут собраны некоторые его наработки карандашные те которые не были завершены вот а вначале есть предисловие такое александр ходоровский в котором он рассказывает про знакомство с галлом рассказывает о том как гал обратился к нему что он хотел бы нарисовать с ним совместно комикс на что ходоровский ему сказал что я знаю что ты работаешь исключительно в черно-белом варианте но мне нужно и я вижу историю которую ты мог бы сделать со мной что она должна быть в цвете вот поэтому ходоровский сказал галлу когда ты будешь готов и почувствуешь внутреннюю энергию и все такое то позвони мне и мы сделаем комикс в итоге спустя несколько месяцев или через полгода галл позвонил ходоровский сказал мастер я готов собственно так родилась диасоманты но к сожалению а не была завершена до конца вот к слову тут в цвете галл выглядит очень классно но а в черно-белом формате конечно его рисунок это просто божественно я из-за этого к слову и армис вот переиздание не стал брать по-моему она покрашенная поэтому буду искать тпбшку старую еще из 80-х где а его рисунок был чб потому что чб этот автор творил просто какие-то чудеса продолжая тему хэви металла или метал урлан очень старое издание одного из первых комиксов энки белала совместно с дианой который выступил сценаристом это экстриминатор 17 комикс который ну является одной из первых таких крупных работ белала еще до того как он начал работать с первым крестом вот я его читал также также полностью в журнале хэви металл на английском языке и самое интересное что читал я его в черно-белом варианте то есть его печатли в черно-белом варианте и конечно когда я вот получил книжку и начал ее листать некоторые сцены я вообще тут не узнал то есть настолько цвет сильно меняет ваше вот понимание происходящего да вот атмосферу и вообще что творится в кадре что но это просто даже не передать вы можете загуглить белал экстриминатор 17 и вот эти вот эта панель одна из тех которые сразу выдает даже где-то я видел два варианта покраски вот этот старый и более осовремененный и черно-белый как выглядит эта панель могу вам сказать точно что в черно-белом варианте вот если не брать сцены с таким вот негатив спейсом более детализированный комикс считается довольно сложно потому что убилала такая вот прям гипер детализация была в его ранней стадии карьеры когда он был похож на мебиуса или на коза вот тоже классного французского художника что в чб это воспринималось ну довольно таки нелегко цвет конечно продает всему этому какой-то стройности но опять же я купил эту книгу а не современные здания от тайтан потому что новая покраска мне вообще не понравилась то есть новая покраска это вот вариант как покрасили перекрасили болотную тварь или там вот инкал пытались перекрасить я думаю можно тоже найти загуглить и с этими тенями вот этой реалистичностью это все выглядит как-то не так то есть вот такой плоский покрас да он гораздо больше мне кажется подходит вот этим старым комиксом слова тоже одна из таких вот известных очень панели которые постоянно всплывают в интернетах если искать что-то про белала вот и еще один белал у меня будет но теперь уже современное издание кстати интересно вам сейчас будет наверное увидеть если вы не следите за этим художником как он сильно изменился со временем это издание кстати вот тех самых тайтан комикс они сейчас переупускают целую библиотеку белала вот экстреминатор 17 даже вот рекламка сзади есть трилогия никополь который у нас офигительно просто издана от зен гавар и с интерес энд это его книги с крестаном монстр это одна из немногих работ белала которые я до сих пор не читал вот и так я знаю что тайтан делают просто божественные издания по качеству по формату это именно европейские книги большие а я решил блин почему бы не купить и не прочесть его прям такие на бумаге и вообще честно подумаю даже и и никополь и другие его истории собрать тоже на английском для полной такой коллекции белала от тайтан потому что сейчас уже на конец года заявлен еще один сборник других работ с первым креста нам естественно не помню как он будет называться но там реально шикарные вещи очень советую особенно история town that didn't exist по моему она ну в общем несколько разных есть трактовок перевода в общем город которого не было шикарный комикс вообще с креста нам у него мощная коллаборация по моему штук пять или шесть альбомов они вместе сделали и все они такие скажем непростые то есть если вы читали белала вот именно позднего то у него комиксы они больше на такое что ли атмосфере строится то есть у него не так много текста не так много диалогов сколько больше рассказчик рассказчика присутствует и огромных вот таких панелей его шикарных того стиля которому он пришел то есть я думаю вы можете видеть разительно как изменился белал со временем да если сравнивать с тем же экстреминатор 17 один из его первых комиксов который более такой классической европейской манере нарисован вот и после того как они издадут ту книжку я надеюсь что они продолжат издавать белала уже более современные вещи опять же в том же хэви метал я читала его трилогию куб десан по он называется в общем там комикс анималс color of air и роем и джулиет или как-то так называется у меня картинки вставлюсь что просто невероятная вещь нет слов если вы любите белала если вам понравился никополь обязательно ознакомьтесь вот именно его поздние комиксы которые он делал сольно это конечно все в таком духе как третий том никополя и я думаю что монстр вот эта квадрология она тоже будет чем-то подобным к слову по моему первые несколько томов монстры издавались на русском языке но вот именно на английском это по моему первое издание где собрали все части этой большой истории в общем будем знакомиться и будем дальше собирать белала на английском книги шикарные и я надеюсь что вот куб десан тоже будет издан тайтан потому что это мощнейшая штука так ну и в конце у меня еще несколько штучек давайте тут будет несколько комиксов сначала в мягком таком вот формате это две тпбшки ментлинг я сильно останавливаться на них не буду может быть буду если какой-то материал про ментлинг делать я поподробнее сниму видео я расскажу про все это дело скажу только что это две штуки которые ну в общем классные и если вам хочется что-то читать по ментлингу то читайте вот эти штуки обязательно я просто во время изоляции всей этой темы решил все-таки читать книги которые у меня давным-давно стояли в общем начал читать омник ментлинга тот самый огромный который в одной из распаковок показывал и в итоге закончил все это тем что я прочитал все комиксы ментлинг то есть все его сольные серии и даже уже частично прочитал его появление в сторонних комиксах marvel вот и там конечно есть о чем поговорить если чем написать но есть честно просто не уверен что во мне хватит сил еще один раз подобную большую статью написать об этом всем рассказывать потому что опять же как показывает практика тех кто реально это прочитал кому это было интересно не так много от общего количества тех кто читает наши там статьи или смотрит наши ролики все-таки это довольно нишевые персонажи в общем ментлинг классный тпбшки видимо их никогда не издадут других форматах так что я решил чё бы не взять пусть будет хоть в таком виде классные комиксы а дальше у нас еще один комикс но уже теперь запаянный в гроб в общем то это си джи си комикса демон четвертый выпуск 72 года издания вот я опять за этим комиксом следил довольно долго ну вот наверное полтора точно у одного продавца было несколько выпусков демона а с авторграфом майка рояра марк майк рояр это растушевщик который работал с джеком кербе над многими его комиксами для dc в основном насколько я помню вот и как сам джек кербе говорил это был один из его любимых вообще растушевщиков сам майк я смотрел с немецкое интервью очень обаятельный дядька классный вот он говорил что скорее всего так было потому что он старался не привносить от себя чего-то а просто добавлял тушь и чтобы кербе выглядел как кербе то есть у него скажем так эго позволяло ему понимать что с кем он работает и просто дополнять завершать рисунок они добавлю от себя что-то там выпячивать вот поэтому кербе очень ценил и любил майка очень поищите в интернете опять же на ютубе есть интервью с ним он рассказывает про знакомство с кербе довольно классно эти исторические штуки ну и собственно я хотел давно его автограф заиметь потому что майк не только занимался тушью во всей серии демон весь ран оригинальный джека кербе но еще и он был литтером то есть он на самом деле несколько сразу ролей исполнял в этом комиксе помимо того что заканчивал рисунок кербе но и именно четвертый выпуск еще чем интересен то что хоть и cgc здесь ничего не указывает ну как бы это cgc тут я уже не удивляюсь но здесь происходит первое появление the creature from the beyond как написано он же камара то есть такой белый монстр который позднее появился в комиксах о болотной твари и как раз таки в тех выпусках где появился камара в болотной твари там же появился и джейсон блат и демон то есть и те выпуски они были посвящены аланом муром джеку кербе собственно началась та история продолжилась болотной твари и началась она именно здесь так что комикс довольно знаковый и для фанатов демона и для фанатов кербе я думаю ну и автограф майка рояра конечно это классно так а дальше две штуки уже у нас еще более интересные чем какие-то cgc какие-то джейси это оригинальный рисунок который я купил на ebay за какие-то смешные деньги это рисунок вэла мэрика с говардом уткой вэл мэрик я думаю имя не особо известное вам в общих кругах но вэл мэрик это со создатель говарда утки который является просто потрясающим художником я с ним познакомился задолго до прочтения и горда утки и мэнфин который обе серии он рисовал его очень много относительно опубликовали хэви метал и там он рисовал именно как вот пейнтер то есть такой более классического до такого стиля там акварелью рисунки и так далее довольно интересные комиксы кстати делал свои сольные вот эти короткие истории вот и прочитав мэнфинга я впервые увидел говарда утку и решил а почему мне не почитать еще и про городу утку в общем это я вам к рассказу продолжаю о том как я провел свою самоизоляцию и в общем я решил и прочитал все комиксы про городу утку начиная с самых ранних заканчивая вот уже этими с дарске и всеми остальными к слову с дарске конечно комиксы по сравнению с оригинальными стива гербера это просто ни о чем если хотите узнать почему говард утка реально великий и чем велики его комиксы обязательно почитайте оригинальный ран и макс серию которую также гербер писал это что-то с чем-то в общем и увидел потом я скетч на ebay так вот все совпало что я прочитал все комиксы про говарда утку и увидел на ebay скетч собственно горда со создателя велом эрик и решил надо брать вот классный рисунок такое клевое пополнение для моей коллекции вот ну и последняя штучка сегодня это вообще прям супер какая-то хардкорная тема это вот такая коробочка пронумерованная сзади с автографом от моего любимого что ли даже не знаю как это описать этого автора я про него уже несколько раз упоминал на канале и несколько раз привозил его комиксы к слову я покажу вам просто комикс для скажем так для понимания лучшего это джон берген комикс эти привозил довольно давно в одной из первых даже распаковок наших я его показывал это такая пост апокалиптический боевик в стиле таком в духе безумного макса про главную героиню которую сдавут в энсдей то есть среда да по-русски вот и джон берген это автор который еще в 80-х делал комиксы он друг обара создателя ворона писал саундтрек ворону и к некоторым своим комиксом он также записывал саундтрек и вот как раз к вензде он сделал саундтрек и выпустил его в таком вот клевом виде я очень давно хотел купить эту штуку но все как-то не хватало денег лишних на это дело потому что стоило это тоже ну плюс-минус там 30 или 40 долларов я уж точно не помню и тут вот недавно в честь вот всей этой темы с пандемией bandcamp вот сервис который создает магазины на котором стоит магазина всякие музыканты и художники я думаю весь знакомы с ним вот у них была какая-то акция там с какой-то продажи без налогов или что так в общем я не сильно разобрался в чем прикол был но прикол был в том что можно было вот такие вещи в магазине купить самому предложив цену то есть там минимальная цена стояла по моему 3 доллара и все то есть оригинальный вот этот сет он стоил типа 40 ну я чтоб совсем уже не наглеть поставил по моему 6 долларов плюс 4 доставка в общем за 10 долларов купил такой наборчик который входит самое главное что входит эта кассета микстейп вейстленд как раз который как бы она сама вроде как и записала вот тут внутри у нас содержится несколько коллекционных карточек вот такая штучка бумажная насколько я понимаю это вкладыш в упаковку для кассеты чтобы можно было вставить я думаю те кто помоложе наверно уже и даже не совсем поймет о чем речь вот и вот такие вот карточки собственно с трек-листом и так далее с и всякими иллюстрациями бергена и с венздэй такая вот классная штука вот и помимо карточек и кассеты тут также идет вот такая флешка я ее просто запаковал обратно но уже я ее вставлял в компьютер проверил флешка на 2 гига в которую входит оригинальный саундтрек микстейп по моему наработки его на второй том и еще что то в общем много разных дополнительных бонусных материалов помимо самой музыки которые можно в цифре послушать к слову когда я купил эту штуку мне сразу пришел код на цифровое скачивание ну но на цифровом скачивании кстати меньше музыки чем файлов на флешке вот и вот такой вот прикольный черепочек который как бы тоже по комиксу сама венздэй создала вот такая вот бонусная штука в общем совсем супер убер фанатская от не самого известного автора вот я на самом деле очень давно тоже хотел сделать статью про джона бергена потому что несколько его комиксов реально являются одними из моих любимых автор прям такой сильно андеграундный но но вот эта работа конечно выглядит очень ярко и классно как в современные всякие приключенческие комиксы но вообще он художник и сценарист такого не знаю даже как это описать более маргинальных каких-то комиксов жестких очень очень неприятных очень таких на серьезные темы в общем вот from inside я однажды привозил тоже показывал вам у меня аж две копии имеется его комикса который никогда не пересдавался к сожалению классный дядька может быть когда-нибудь я все-таки созрею чего-нибудь такое сделаю просто для того чтобы люди ознакомились его творчеством но опять же это очень нишевый автор с очень нишевыми произведениями поэтому пока что я еще до этого не дошел но вот такую штучку у него приобрел очень классная вещь у меня сейчас уже на склад едет еще одна подобная штука авторская но уже от более известного автора я не буду рассказывать потом когда я привезу через месяц-два не знаю еще одну посылку я вам сниму обязательно покажу еще одну классную штуку которых автор этот уже не делает потому что слишком стал известным и ему это не нужно в общем такой вот вам легкий тизер на будущее надеюсь вам было интересно все это посмотреть послушать до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok